Всем привет! Это портал ОМОЙМОД и Дмитрий Федотов. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим про экипировку, но для начала минутка традиционной рекламы. Напоминаю, что на портале ОМОЙМОД появился раздел гаражи, где вы можете прочитать про интересующий ваш мотоцикл информацию от пользователей с первых рук, о всех поломках, о всех ремонтах, о каких-то интересных фишках этих мотоциклов. И более того, туда вы можете добавить свой мотоцикл, каким бы он ни был, рассказать о своем опыте, поделиться им, рассказать что-то интересное и поставить лайк. Поэтому заходите, регистрируйтесь, добавляйте свои мотоциклы, будет интересно. Итак, экипировка LS2. Про шлемы LS2, которые продаются в мотосалонах Bikeland, вы наверняка что-то слышали. И может быть даже от нас, потому что зимой мы брали на тест снегоходный зимний шлем LS2 Strobe Snow. На нем мы катались в тестах Husqvarna Snowbike, на нем мы катались на Байкале. И его обзор с тестом можно найти на сайте, и на нашем канале было отдельное видео. Сегодня же мы расскажем про летнюю экипировку. Мы взяли два шлема, две куртки и одни мотоштаны бренд LS2. Как вы понимаете, раньше LS2 делали только шлемы, но в нынешнем году, с нынешнего года, на нашем рынке появилась еще экипировка. Поэтому, если вам хочется недорого приодеться, я очень советую в Bikeland заглянуть. Итак, поехали! Начнем со шлема. Шлем LS2 FF324 Metro Rapid. Называется он так сложно. Это модуляр. Сейчас мы его достанем из такого красивого чехла. И покажем вам его. Значит, первое, что бросается в глаза, это вытянутый подбородок. Он, конечно, далеко не кроссовый шлем, но подбородок у него очень-очень развит. По информации LS2, они утверждают, что такая форма более аэродинамичная, она снижает сопротивление лобовое, и ваша шея на долгих перегонах должна меньше уставать. Я не думаю, что она будет очень сильно меньше уставать, потому что масса шлема 1650 грамм. Это не мало, но учитывая функционал этой каски, вполне себе приличная масса, соизмеримая с количеством функций. Особенность этого шлема, которая тоже очень бросается в глаза, это супер развитая вентиляция. Первая дырка. Раз запираемая. Это традиционная вентиляция, которая есть у всех шлемов, которая еще дополнена. Парой отверстий незапираемых. И еще одной парой отверстий, которые можно подприкрыть. Помимо этого, две традиционные тоже вентиляционные заглушки на макушке. Их тоже можно прикрыть. И к ним еще на затылке вентиляция. Поэтому я думаю, что даже в очень жаркий день, солнечный, вам в нем не будет жарко. Помимо этого, естественно, как и у всех модуляров, поднимается подбородок. Подбородок через тут очень удобная кнопочка, легко ее найти. И чего нет у других шлемов, это такой вот флажок, которым можно челюсть заблокировать в поднятом положении. Соответственно, мы его задвигаем и подбородок у нас жестко фиксируется. Отодвигаем. Хлоп. Все закрылось. На подбородке у нас есть такие вот стрелочки, обозначающие места для заглушки, которая, видимо, тоже призвана повысить аэродинамику. И сейчас мы ее попробуем тут закрепить и защелкнуть. Щелкнуть. Ну, ну, последняя осталась. Вот. Не скажу, что ее прям так можно на раз-два поставить, но в минуту уложитесь. И получается у вас нижняя часть головы вот эта еще дополнительно защищена от какого-то сквозняка. Дизор у нас снимается очень легко и удобно. Здесь есть такие вот штуковины. Мы их отодвинули и, собственно, визор сняли. Визор у нас непростой, но сейчас мы о нем чуть позже расскажем. Во-первых, темные очки, они здесь есть. Выдвигаются они таким вот флажком. Они у нас еще в защитной пленке. Значит, вот у нас такие модные нарядные очки. Выдвигаются, все работает. Что касается визора, ничего особенного, но его фишка в том, что он очень недорогой. Поэтому, если вдруг вы там поцарапали визор, уронили шлем с мотика, вы всегда можете приехать в Байкленд и купить за вменяемые деньги. Что-то он стоит там в районе тысячи рублей, может быть, с чем-то. И к нему идет в комплекте пинлок. Я еще не ставил, поэтому ничего вам не могу рассказать. прилегает отлично. Не знаю, опять же, сколько он проживет, но пинлоки обычно их хватает на сезон. Иногда больше, иногда меньше, но в среднем это сезон. Причем у меня есть и бюджетные каски, есть у меня дорогие каски. Прям очень дорогие. И я вам хочу сказать, что чтобы вы не обольщались, у очень дорогих шлемов с очень дорогими визорами и очень дорогими пинлоками живут они столько же, сколько и дешевые. Поэтому смысл переплачивать есть. Ну, может быть, и есть в каких-то вещах, но точно не относительно пинлоков и визоров. По идее, все должно защелкиваться. Все защелкивается. Что касается обивки. Обивка очень легкая, с кучей перфораций, поэтому, опять же, должна снизить тепловую нагрузку с вашей башни. Вот, кстати, еще какие-то вентиляционные отверстия есть в затылке и затылочный валик со светоотражающей вставкой, чтобы вы были чуть заметнее на дороге. Застежка. Застежка очень удобная. Это, конечно, не дабл Д, но, поверьте мне, на каждый день намного удобнее такая вот трещотка. Она с стальными элементами. Здесь металлическая пряжка, трещотка пластиковая. И здесь тоже самое. Металлическая пряжка с отведкой пластиковой. Выглядит это все довольно удобно и работает, надо сказать, тоже неплохо. Давайте я сейчас надену шлем. Сидит удобно. Все отлично. Гармонично. Единственное, что я вам скажу, если вы смотрите по интернету наличие в Байклэнде того или иного шлема, касаемо LS2, всегда смотрите на размер больше, потому что шлемы в маломерке. У меня голова L, и я взял шлем XXL, потому что в нем мне комфортно, а XL мне жмет. Поэтому на размер на 2 смотрите, чтобы были шлемы в наличии, чтобы вам было из чего выбрать и что померить. Следующий лот наш. Куртка Галант Мэн Джакет. Куртка туристическая, тоже LS2. Мэйден Чайна. Но так и не скажешь, что Мэйден Чайна, потому что сделана она очень круто. Это синтетика, это текстиль. Бросается в глаза то, что она сшита из разных материалов. Вот здесь ткань потоньше и полегче на плечах, на локтях, в тех местах, куда вы обычно падаете с мотоциклов. Ткань толстая, такая прям усиленная. Куртка интересна тем, что в ней много карманов, как и нужно настоящему туристу. Карманы на груди, карманы на боках спереди и есть еще интересные карманы вентиляционные. Значит, смотрите, он вот так вот открывается двумя молниями. И чтобы у вас ничего не скакало, здесь есть специальная магнитная кнопка. Никак не видна, никак не выделяется, но вы просто отгибаете кармашек. И вот она сюда приклеивается. Соответственно, у вас вентиляция всегда открыта, когда это вам нужно. Она сама по себе никуда не отваливается и ничего вам не закрывает. Жарко не будет. На воротнике тут специальная такая приятная ткань для контакта с шеей, чтобы вам ничего не натирало. И, что интересно, здесь много регулировок. Так, во-первых, молнии сзади, тоже вентиляционные. Жару очень удобно. И вот у вас, что касается регулировок. Регулировка на талии, можно утянуться. Еще одна регулировка, можно ее здесь подтянуть. И на рукавах у нас здесь регулировка раз. И, соответственно, можно еще и молнией под перчаточки, подсунуть туда перчаточки, закрыть молнию. И еще липучечкой дополнительно ее утянуть под свои руки. Плюс молния открывается еще в обратную сторону, обеспечивая вентиляцию. Внутри у нас подкладка теплая. На подкладке не думайте, что это какой-то брак, что это что-то вспучилось. На самом деле это карта мира. Внутри вам захочется просто поставить точку и куда-то ломануться в эту точку. Я вот могу в Байкал. Подкладка съемная, подкладка теплая. Здесь она у нас на молнии. Давайте эту молнию отстегнем. И подкладка, при том, что она выглядит очень неплохо, не очень удобно снимается. Молния, да, быстро. Молния, да, удобно. Вы ее отстегнули. Но подкладка у вас от этого нифига не снимется. Потому что, во-первых, у нее своих карманов нет, карманы в куртке. И к карманам куртки внутренним подкладка крепится кнопками, чтобы вам было удобнее через эти отверстия бросовывать руки в карманной куртке. Это, во-первых, есть еще один нюанс. Еще этот карман. Здесь у нас петельки. И вот эти петельки не очень удобны. Они рассчитаны под маленькие женские ручки. Моими толстыми пальцами очень сложно эти петельки разъединять. И если на боках куртки это еще не очень сложно, то в рукавах, где эта подкладка крепится, это настоящее мучение. Вот мы берем этот рукав, ищем там нашу подкладку, чтобы не перепутать. Вот она помечена одна красным цветом, а вторая помечена черным цветом, чтобы было проще. Но это я еще снимаю. А одевать, особенно, когда вы где-нибудь на трассе, это все-таки куртка туристическая, в дождь, в ливень, на остановке, ночью. Начинаете вот с этим всем возиться мокрыми руками, дрожащими. Поверьте мне, удовольствие сомнительное. Намного удобнее, когда это сделано все молниями. Но зато это надежнее, чем молния. Сломать их значительно сложнее, чем молния. Итак, наконец, ее можно вынуть. Не буду вас утруждать, показывая, как долго я ее буду надевать. Внутри у нас здесь карман раз, внутренний. Карман внутренний два, под телефон. И он из такой ткани, как будто бы влагозащищенный, как будто бы непромокаемый, чтобы ваш гаджет всегда был сухим. Еще есть внутренний карман здесь, непосредственно внутри куртки, в подкладке. Он один. Всего внутри три кармана. Плюс молния, которой можно подстегнуться к брюкам. Что касается защиты. Значит, здесь у нас кармашек с язычком молнии внутри. Его не так просто расстегнуть. Но мы его расстегнем. И покажем, что здесь есть спина. Здесь есть такая пенка. Она не очень толстая. Но вот такая она, в принципе, во всех куртках. Плюс-минус одна и та же спина идет, если вообще идет. Обычно просто карман под спину. Ее можно вынуть, если вам она не нравится, и поменять на что-то более увесистое. Это Alipin Stars, насколько я помню. Делает такие прям толстые, увесистые спины. Но удобнее гонять с тонкой спинкой. Плюс защита на локтях. Она не очень бросается в глаза. Она тут и есть. И защита на плечах. Чуть больше, чем локти. Там плюс-минус. Помимо этого, на куртке есть светоотражающие вставки. Эта штука еще и сделана, как будто там D3O что-то тоже там вспененное. Не знаю, какая от этого польза в плане безопасности, но, по крайней мере, необычная. Это все светоотражающие. Это светоотражающие. LS2 как будто тоже светоотражающие. В общем, на дороге вас будет заметно и видно. Ну и плюс, само по себе, куртка выглядит очень достойно. Намного дороже денег, которые за нее просят. А просят за нее 11 тысяч, по-моему, 200, если я не ошибаюсь, или просто 11 тысяч. В общем, хороший вариант за свои деньги. А как она покажет себя в этом году? Мы будем в ней ездить много. Мы уже в ней начали снимать тесты. Как она покажет себя после сезонной эксплуатации активного, я думаю, мы где-нибудь отпишем и расскажем. И, наконец, брюки. Брюки тоже LS2. Тоже, если я не ошибаюсь, Made in China. И они, собственно, из того же туристического комплекта, что и куртка. К ней они подстегиваются вот этой молнией. Подстегиваются идеально. У вас не остаются лишние молнии. Хотя они 2XL, а куртка XXL. Тем не менее, у вас нет лишней молнии, которая бывает остается, когда у вас разных размеров куртки, штаны. Это здорово. Шиты они примерно из такой же ткани. Это тоже синтетика. И тоже здесь она не очень толстая. На коленях и на таких критичных местах, в том числе и на заднице, она усилена. И она прочная. Карманов здесь немного. Карманов всего 2. Я считаю, что это маловато для штанов. Я люблю, когда еще на ногах какие-нибудь карманы есть. Зато много карманов в куртке. Удобные штанины. У вас всегда сюда влезет мотобот. Вы всегда его нормально как следует утянете и упрячете. Или можете ездить, как я, в клешах. Я люблю расклещенные штаны. Здесь специально для тех, кто любит клеш, есть место для липучки, чтобы вы ездили в клешах. А если вам не нравится ездить в клешах, вы всегда можете застегнуть вокруг сапог, или если холодно, и тянуть. И так все у вас будет аккуратненько, строго, чинно и пристойно. Здесь, на тыльной стороне коленей ткань немножечко такая эластичная. На талии есть регулировка. Вместо ремня можете под себя их утянуть вот этими вот липучками. Но ничего надежнее пока в мире не придумали. И очень неплохо продумана молния вот здесь. Сверху кнопка, снизу такая увесистая, толстая петелька, чтобы у вас, если что-то одно сломается, работало второе. И, соответственно, молния. Вот это, я так понимаю, сделано для того, чтобы вам не затекало ничего в дождь, потому что штаны заявляются как водонепроницаемые, ну, с определенной степенью. Но туалет ходить не самое удобное, там приходится подкручивать, что-то высовывать, но для туристических штанов нормальная история. И, естественно, теплая подкладка на молнии сверху. Внизу у нас такие же петельки, как и на курке. Тоже разноцветные, помеченные красным и черным, чтобы вы не перепутали. И, соответственно, вот у нас подкладка. Подкладка очень теплая, мы уже катались в этих брюках на тесте Голдвинга. Подкладка прям реально теплая. Я вам больше скажу по секрету, что даже без подкладки штаны очень и очень теплые, поэтому летом вам в них будет жарковато. В отличие от куртки, где суперразвитая вентиляция, в штанах вентиляции никакой нету. Но вместо нее есть, опять же, светоотражающие вставки, такие же надписи, как и на куртке. И вас всегда будет видно ночью, даже если у вас не очень хороший свет задний на мотоцикле. И тут тоже карты мира, я так понимаю, с местами, где можно найти экипировку LS2. Вот такой вот у нас первый комплект. Он туристический. Мы в нем уже откатали Honda Gold Twink, если вы обратите внимание, найдете это видео. На сайте на нашем есть полное описание этого комплекта в тексте. Можете оставлять комментарии, если со мной не согласны. Можете оставлять какие-то свои наблюдения, если у вас такая экипировка уже есть. И, собственно, все. Спасибо компании BikeLand за этот экип. Там же можете купить его вы. И еще раз напоминаю, что на портале у МойМод заработали бортовые журналы, куда вы можете писать о своих мотоциклах, о своем опыте и читать таких же мотоциклистов, как и вы. На этом все. С вами был Портал МойМод и Дмитрий Федотов. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok